Компьютер Продолжение следует... Знали ли вы, что в футбольных и других спортивных трансляциях используются специальные технологии для таргетирования рекламы? То есть при одновременном просмотре одного и того же матча, россияне и американцы будут видеть на одном и том же билборде совершенно разную рекламу. Как рассказал хозяин собаки, однажды в ходе игры он заметил у питомца осознанность и азарт. Она постоянно следила глазами за траекторией движения. Научить собаку делать то же самое было делом техники, но самым сложным было объяснить псу, что в этой игре не надо быть хорошим мальчиком и нести все шары хозяину. Любое дерево, даже крепкое и здоровое, может упасть от сильного ветра или оказаться пораженным молнией. Особо высокие деревья даже называют аварийными и жить под таким дамоколовым мечом точно не стоит. Правда, некоторые экземпляры даже во время ликвидации отказываются подчиняться человеку. После того, как это видео появилось на просторах интернета, на этого кота даже в шутку засмотрелись в мюнхенской Баварии. Правда, в оригинальном клипе Мяу Нуэль Нойер, названный в честь вратаря сборной Германии, прыгает не за мячиком, а за любимой игрушкой, так как реакция у кота хоть и отличная, но мяч его совершенно не заинтересовал. Хоть строение мозга у людей и животных очень сильно отличается, всякие гипноштуки на них воздействуют не хуже, чем на нас. Пес по кличке Холли убежал от своей хозяйки и случайно выбежал к спортсменам, участвовавшим в это время в школьном соревновании. Холли радостно и без всяких усилий обогнала участников гонки и вышла оттуда победителем. Как стало известно после, Холли чуть не побила рекорд. Она пробежала 100 метров за 10,5 секунд, а это на одну секунду больше результата, установленного Усейном Болтом. Обычно после того, как судья дал свисток или прозвучал сигнал игровых часов, подобные броски не засчитываются. Но в этот раз мяч, похоже, и сам не торопился падать в кольцо. Инстинкты хищника есть даже у домашних питомцев. И кошки тоже видят в цвете, хоть и немного иначе. Так что опознать потенциальную жертву на экране телевизора им вполне под силу. Правда, хозяева не всегда этому рады. Интригующий ролик, который был снят еще в декабре, показывает тихую улицу в Индии с мотоциклами, припаркованными на обочине дороги. Внезапно один из мотоциклов начинает катиться сам по себе, а через несколько мгновений падает посреди дороги. Признаков монтажа обнаружено не было, так что шутки о том, что угонщиками были призраки, вполне могут оказаться правдой. Похоже, для капитана этой лодки прогулка по мелководью кажется не такой уж экстремальной, а вот его пассажирам не позавидуешь. Стеклянная галерея, которая закреплена прямо на склоне горы на высоте 1800 метров, сама по себе не выглядит безопасным местом. А уж когда стекло начинает трескаться прямо под ногами туристов, недолго и посидеть. Разумеется, и звук лопающегося стекла, и сами трещины всего лишь видео, воспроизводимое на вмонтированных в полмультимедийных панелях. Но тот, кому это пришло в голову, явно знает толк в извращении. Парковки – это головная боль всех жителей крупных городов. Так что появление курсов, а потом и соревнований по параллельной парковке было лишь вопросом времени. Испанский гольфист Джон Рам совершил, наверное, самый сложный удар в рамках подготовительного турнира. Когда на пути к цели у спортсмена находился водоем, он выполнил удар так, что мяч рикошетом от воды преодолел препятствие и в итоге оказался в лунке. У Леонардо да Винчи ушло два года жизни на то, чтобы нарисовать свой знаменитый шедевр. И сейчас это самая узнаваемая картина, о которой известно даже не у чем. Много кто использует изображение Монэ Лизы в своем творчестве. И как оказалось, иногда для того, чтобы творить, даже не обязательно брать в руки кисть и краски. На самом деле, пауки таким образом приподнимают передние лапки в момент нападения и обороны. Но так как этому паучку бояться особо нечего, будем считать, что он просто рад видеть сам себя. Если магия на этой планете существует, то она заключается в воде, писал один из самых известных писателей Америки Лорен Айзли. И в самом деле, шедевры, созданные природой, человеку никогда не переплюнуть. Канадец Шон Аткинсон установил у себя дома камеры наблюдения, которые в один день зафиксировали тайный визит огромного черного медведя. Входная дверь не была заперта, он просто открыл ее и зашел внутрь. Зверь, по всей видимости, искал воду, но в этот раз ему пришлось уйти ни с чем, а хозяева получили урок проверять двери перед сном. Вероятность того, что мяч в буквальном смысле зависнет на линии, наверное, один на миллион. И все же это произошло. К счастью, судья разрешил ввести его обратно в игру. Во время противостояния России и Турции в 2018 году в четвертом сете случился необычный эпизод. Диагональная нападающая Наталья Гончарова выполняла удар и случайно попала Турчанке мячом в лицо, после чего тот отлетел вверх и застрял в потолке. Девушку, конечно, жаль, но тем не менее, очко ушло к сборной России. С трудом верится, что весь этот перформанс затевался только ради того, чтобы помыть машину. Особенно учитывая, что от машины, на которую обрушилось 4 тонны воды, мало что осталось. Среднестатистических людей вряд ли волнует проблема игры в бильярд на яхтах во время шторма. Но раз есть такое предложение, значит существует и спрос. Бильярдные столы с системой автоматического выравнивания появились сравнительно недавно. И благодаря тому, что каждая его ножка может компенсировать колебания судна, игровая поверхность останется в идеальном положении даже во время сильной качки. Все мы не раз видели в кино или в видеороликах, как автомобиль едет практически на боку. А между тем поставить на два колеса можно далеко не каждую легковушку. Так что для эффектных трюков одного мастерства недостаточно. Машину еще придется дорабатывать под такие неестественные условия. Казалось бы, ну что, в такой идеальной ситуации может пойти не так. Но, как говорится, сегодня просто не день Бекхэма. Поначалу Ламелло не вызывал у тренера доверия и долгое время отсиживался на скамейке запасных. Но в 2021 году этот парень просто разорвал все баскетбольное сообщество, став лучшим новичком года и подарил нам немало интересных сейвов и бросков. Если BMX можно сравнить с тяжелым роком, то выступление этой девушки скорее похоже на балет и классическую музыку. Художественный велоспорт – это своего рода синтез гимнастики и фигурного катания. И для того, чтобы овладеть этим редким видом спорта, необходимы безупречная пластика, высокая концентрация внимания и чувство равновесия. Этот теннисист, конечно, расстроился из-за проигрыша, но зато его верная ракетка принесла ему кучу репостов и популярность в соцсетях. Вы, скорее всего, удивитесь, но у животных не все завязано на инстинктах, и они умеют удивляться, особенно когда впервые видят снег. В середине июня на востоке австралийского штата Виктория, на расстоянии нескольких километров, деревья, обочины дорог и дорожные знаки покрыла гигантская паутина, которая колышется от любого дуновения ветра. Ее сплели пауки, которые так эвакуировались на возвышенности, спасаясь от наводнения. С каждым годом в связи с ростом конкуренции авиаперевозчики вкладывают в рекламу все больше и больше средств, а иногда и идут на неоправданный риск в погоне за эффектными роликами. Во всяком случае, такое соседство двух самолетов очень опасно. В хоккее существует традиция, согласно которой фанат может выйти на лед, и выиграть кругленькую сумму, забросив шайбу в ворота. Однако все не так просто. Гол надо забить в очень узкое отверстие, размер которого чуть больше самой шайбы. Патрик Протто по счастливой случайности выиграл билеты на эту игру, а в перерыве матча был выбран для участия в конкурсе. Сперва Патрик выиграл мини-холодильник, затем промахнулся с центра площадки, а после поразил щель в воротах с дальней синей линии и ушел с матча с чеком на 50 тысяч долларов. Наверное, всем знакомо то чувство, когда заказанное блюдо в разы меньше, чем картинка в меню. Либо хозяева этой собаки воспользовались этим же трюком, либо они очень верят в охранные таланты своего питомца. Настольный теннис редко радует зрителей азартными и зрелищными поединками, но иногда страсти за столом разгораются не на шутку. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok